Теперь давайте посмотрим, что с помощью этого можно доказать. Давайте начнем с такого. Пусть у нас прямая А дано, что А параллельно В. Это пишут вот так. А параллельно В. И еще дано, что В параллельно С. А надо доказать, что А параллельно С. Можно сказать словами, что две прямые параллельны и третьи, А и С параллельны между собой. Кто знает, как это доказывать? Можно пользоваться тем, что мы уже обсуждали, про углы или про единственный с прямой, как хотите. Две прямые параллельны и третьи, параллельны друг другу. Существует секундочку? Вот. Ну, нарисуйте, пожалуйста. Дано. А параллельно В. В параллельно С. Это задняя. А параллельно С. Да. А параллельно В. А параллельно В. 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 Проведем, просто произволим рассекущую. Давайте прямо скачем в ассоциалку. Шаг первый. Проведем. Секущую. Ну, которая пересекает одну из прямых, поэтому мы уже знаем, что она пересекает... Значит, если мы знаем, что она пересекает А, то она пересекает и Б. Если знаем, что она пересекает Б, то пересекает и С. Секущую. Следующий шаг, пожалуйста, показательства. Д Mihály, по-любому же, обучение и Б. Угол 1, это угол 2. Секущая. Это угол 2. Сейчас мы разберемся. то угол 1 равен углу 2. Следующий шаг. Напишите мне вам, который был следующий шаг. Следующий шаг – это… Мы знаем, что этот угол тоже равен этого. Да. И начинаем это. Нам это даже не нужно. Если поскольку они параллельны, то эти два угла… Как они… Но они с одной стороны как бы нахнуты. Напишите мне, что поскольку бы я параллельно С… На морде написано, как С… Поскольку бы я параллельно С… Параллельно пишется вот так. Напишем маленький параллельно С. То… То… Это что угол? Угол 2 равен углу 3. И угол 3 равен углу 3. Это никак не связано с тем, что В параллельно С. Это просто вертикальный угол. Можно сказать, что угол 3 равен углу 3. Можно сказать, что угол 3 равен углу 4. Да. Ну и хорошо. И что же дальше? Поначий о том что уголове… И сейчас кто-то вижу с ними… Это считает… Что угол, ты знаешь. Ну да, я знаю… Это только угол. А потом мы присутствуем. Значит, Задим. А температуру 3 равен углу 3. Members. Ну, как-то рассматривайте слишком много углов. Давайте просто твой угол коротко. Зачем нам этот угол с другой стороны? Давайте все углы будут сопутствовать. Поскольку А параллельно на В, то угол на Ц равен углу 2. Поскольку В параллельно на Ц, то углу 2 равен углу 3. Чтобы не путаться еще с их углом. Угол 2 равен углу 3. Значит, следующий шаг. Значит, угол 1 равен углу 2, равен углу 3. И последнее, что мы можем сказать, что поскольку угол 1 равен углу 3. То прямые А и Ц параллельно. То А и Ц параллельно. Что и требуется доказывать. Ну что, понятно. Хорошо. А, как тебе нужно доказать, с использованием вот этого, на самом деле, по существу эта аксима ровно это и говорит. Представим себе второй вариант оказательства. Это называется противно. Пусть А и С не параллельны, а пересекаются к какой-то точке Х. То есть, догадательства противно, у нас тоже предполагается, что то, что мы хотим доказать неверно, и будут видеть уже что-то догадать, когда с концами не сходятся. Давайте предположим, что они не параллельны, а пересекаются в какой-то точке Х. Тогда из Х можно будет сделать две параллельные прямые В. Чему тогда это противоречит? Тогда это противоречит, что из точки Х, получается, можно было бы сделать две параллельные прямые. То есть тогда нарушается аксиома. Для какой точки и для какой прямой она нарушается? Для прямой В и точки Х. Для прямой В через точку Х вне прямой у нас проходят две прямые параллельные данные прямой В. 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 Ну да, непонятно. Удобнее считать, что А равном С или А равном С. Такие прямые тоже параллели. Ну, многие люди, чтобы не делать этой оговорки, такие иногда считают параллельно. Считают тоже параллельно. То есть каждая прямая параллельна самой себе. Видит ли, кстати, кто-нибудь из вас устройство для рисования параллельных прямых на бумаге, которая называется рисшина? Там есть три параллельных, которые вместе соединены. Какое-то есть такое устройство, чтобы чертить на бумаге параллельные линии? У меня, кажется, есть. Видели ровно? Ну расскажите, что вы видели. Если помните, как оно выглядело. Так, что это у вас за вещь, я говорю. Вот я взял. Где у нас тут? Три параллельных прямых. Три параллельных. Три, это щище. Да. Ну так, что не мешает мне. А чем все эти руки? Сейчас, то есть, это жесткость. Нет, это жесткость. А где? Это палочки. То есть они все вот так среплены. И как за помощью рисуют параллели? Другие полоски. Да? Да. То есть вот у нас уже одна прямая. Вот так прикладываем. Другие полоски прикладываем. Вот так. Есть прямая. Чуть какая-то. И мы к ней нарисуем. Вот есть прямая. Что мы делаем? Прямую. Берем вот эту штуку. Вот. Один из концов. Да. А вот второе, второе мы так вращаем, чтобы она была нужной на стороне. И так прикладываем. И они там по линейке работают по второму линейку. Но если надо, то еще может быть третьим. Нет. То есть третьим просто нужно, чтобы она длиннее, что-то. Нет. Как advantage? Да нет. В чем смысл? Почему нельзя просто двести сделать? Третьим. Чтобы было на временном прикладом. Ну, то есть уже можно... Что бы можно было нападать полкой провести еще третью прикладу? Интересное дело. Кто-нибудь видел еще такое устройство? А вы не видели, что там в магазине продаётся в школе и строится? Нет, на самом деле, вот я видел такая штука, но уже никто не видит. Может, сейчас уже и не делают, конечно. Это вот такая примерно видна штука. И тут у неё внутри такое колёсико. Там такой валик, тяжёленький. И на конце этого валика он оси. А на конце этого валика такие резиновые колёсики. И благодаря этим колёсикам это может кататься только строго параллельно самой себе. То есть эта штука, ну как если ручка, но просто цилиндр. Я слышу, что цилиндр может катиться. Вот он катится, оставаясь параллельно по себе. Но там специально сделаны резиновые колёсики, чтобы он не проскать. А Морбин, ну сейчас, наверное, уже никто этого не использует. Но когда-то были такие для больших чертежей. Были специальные приборы, которые называются фольманами. Там были вот такие вот штука. И она была так приверлена к краю чертёжной доски. Не видели, да, такого. Что прямо так туда-сюда есть под чертёжной доски большая вещь. Но это тоже в музее можно увидеть. Но раньше, когда чертежи делали на компьютере, то это было полезно. Хорошо. Хорошо. Хорошо.